Даниэла Эпицентр циклона у алторок пришёлся как раз на Витебскую область, и вся она опынулася в снежном полоне. Месяцами за сутки выпала месячная норма опадков. Нелёгко в эти дни пришлося и дорожникам, и коммунальникам, и аутоаматорам. Зато и день снегу всё лета в першиню за последние три года святковали со всеми необходными атрибутами – снежными забавами и гульными. Тим часом наши корреспонденты на протягу одыходящего ты дня знали множество интересных новин, а кроме борьбы с наступствами снегопаду. В ближайшую годину главные подеи в программе «Семдзён». Весь этот период работала круглосуточно около 300 лидерей техники. Циклон «Даниэла» принёс на Витебщину моцные снегопады. За их наступствами на протягу ты дня сутыкнулись и все без выключения – заметенные дороги, перебои в работе громадского транспорта и святкование дня снега, которые поспешались провести на тыдень ранее календара. Витебская область мне дорога, а значит мне дорогие кадры, которые здесь работают. У Витебску представили нового помощника президента, головного инспектора по Витебской области. Александр Поздняк разом с Кирауниством в области будет выводить регион на высокие социально-экономичные показчики. Нет того континента, откуда к нам зрители бы не приезжали. Билеты на концерты международного фестиваля «Мостатство» у «Славянский базар» у Витебску почнуть продавать у лютым. Юбилейный 25-й форум, порадуя гучными зорными именами. Светный день снегу. Пойти на радикальные меры организаторов вымыслили две зимы запор, когда областный центр покутывал от без снежа. Головный герой снег в этом году не подвел. Выпал, да и выпал. Но на усилякий выпадок, пока он не растал, свято вы решили отзначить заходе. Площа перемоги перетворилась в пляцовку для веселых гульнил из поборниц. От подшинок на свежем поветре в морозный день принес всем без выключения зарад становших эмоций. «Витебска хапила сопроводная снега и леда мания, и усек обнаходить снежной королеве. Правда, это фигуры рабил один кай. А тут ведь замарали, фантазировали и працевали сотни витеблян. И отрымался сопроводный цуд, яки растопил сердце сталых и юных же хоров областного центра». Что ни кажи, а ля сё лето зима и организаторы свято постарались на славу. Оригинальная идея городских улад – створить наголовную площадь витебско-снежную каску – оправдалась обе на 100%. Вядомые из малянства герои и знакомитые персонажи мультфильмов задали бодеры тон усим. «Здорово, нужно каждый год что-нибудь придумывать и воплощать, и радовать людей». «Настроение боевое, погода отличная, соревнования классные». «Наконец-то выпал снег, мы его ждали, наконец-то можно покататься на коньках, на лыжах, на горке, на всём, что можно». «Витебск из этих сугробов сделали очень красивые декорации для площади». «Вот такая погода первый раз, на самом деле настоящий Всемирный день снега. Впервые на нашем празднике сегодня примут участие не только жители города Витебска, но также и команды Леозненского, Сенинского, Витебского и Городовского района». Тымчасом спякотные спортивные баталии разгорнулись на всей площади Пирамоги. Было видовошно, что люди засумывали по соправдной зиме. Простовники промысловых предприемств и громадских организаций, студенты и школьники высветляли, кто самый трапный в футболе и Дарсе, а кто самый мудрый в шахматах и шашках. И кто лепий стоит на коньках, теперь одолевая лыжную дистанцию. И як же без самого ведовичного конкурса у перотягивания каната. Тут кожный мог показать, на что сдатны. Да рослым гостям свято так само не пришлось осумывать. Яны болели за удельников с поборництву, тешились о концертной программе и сами промали активный удел у эстафетах и конкурсах. Пришел сюда, чтобы поднять гирю, еще думаю поиграть в амрестлинг. Планировал еще в дартс. Очень хорошая идея, очень весело, это очень сближает. Много снега, много народу, много веселья. Это вообще замечательная погода. Одным словом, для Никисиата не застались расчарованными. Кожный выступил там, где хотел и с корыстью провел некольких годин в зимовых забавах и спортивных практикованиях. Один, что на наш взгляд не хотела, это невеликой ледяной горки для катания на санках и ледянках. Тому адреналину было бы еще больше. Сергей Мисуранин, Ян Кчельников, Станислав Дудин, Новина Витебска. Циклон Даниэла у авторок принес на Витебскину мощные снегопады. У ликвидации наступства у стихии были заденечены все оперативные службы. На дорогах в области працавали больше за тысячу одинок снегоуборочной техники. Крыху больше за сутки у езерышча, полоску и лепели выпалят две декадные нормы опадков. Полторы у Докшицах и Орши, а у Витебска у Сяно месячная норма. До речи, у областного центра таушчиня снежного покрыва досягнула 32 сантиметров. Даниэла принесла клопоту больше, чем ее старейший брат Хавьер. Наши корреспонденты сочили за тем, как в область вызволяется со снежного полону. Даниэла бушевала на территории в области усяго сутки, однако доставила больше клопоту, чем ее старейший брат, добровядомый Хавьеру Сыковику 2013 года. Тогда за сутки у Витебска выпали полторы декадные нормы опадков. Зараз же месячная норма. Особливо тяжко довелось владальникам легковых ауто и громадскому транспорту. Машины литерально буксовали у Снези, водители стояли у пробках. Складанной была ситуация на ускрайках Витебска и на центральных улицах города, где доводилось вызволять машины со снежного полону. Машина тоже так не будет стоять здесь. Все-таки техника уборочная должна очищать, поэтому буду убирать отсюда. Вчера как заехал, и все, и не выехал больше. Первая красная бригада, никто не чистит, автобус ходит, пройти невозможно. Вот уже второй день никто не чистит. Усе оперативные службы працовали в осмотренном режиме. Для уборки снегу по области были заденчаны больше за 1200 одинок техники из выше 15 тысяч человек. Предприемства и организации так само заденчали свою технику и людские ресурсы для боротьбы со стихией. На расчистку снегу выходили все. Городжане, войск, лодцы, школьники. И коли центральные улицы уже очищены от снега, то в дворах еще ваусю кипеть работа. Зраницы дворники с лопатами в руках протягивают убирать тротуары и пешеходные дорожки. Допомогают все. Работники магазинов, установ и организаций. Конечно, тяжело. Очень большие осадки выпали. За одни сутки плачутся. Но устраиваемся, убираем. Люди вычищают свои территории. Да, нам уже легче чуть-чуть. Клунальщики молодцы. Они за день справились с ситуацией. Практически вчера транспорт едва ходил, а сегодня все расчистили. Мы после школы снежки играли. Сейчас пойдем крепость строить. Инна Кириенкова, Кирилл Кайсбер и Дмитрий Котов. Новины. Витебск. Подчас снегопаду значная нагрузка легла на работников дорожно-эксплуатационных управлений, в яке обслуговывают республиканские дороги. На уборце автомагистраля у побывала Светлана Макаева. Больше за три тысячи километров республиканских дорог проходят по территории нашей области. Усеяны под пильной убавой 11 управлений предприемства Витебска УТОДА. Бушующий циклон прямой силы людей працевать на автомагистралях в круглосуточном режиме. Весь этот период работало круглосуточным около 300 единиц техники. И даже в отдельные моменты мы привлекали постороннюю технику. Это техника ДСУ, второго среднего управления. Перерыва движения за этот период у нас не было. ДТП за этот период тоже не было. Три дни несплинной работы ведет коллектив ДУ-31 на своих трехсот километрах дорог. А еще и не отказывают за шесть десятков мостов и больше трех сотен автоприпынков. Как утримать дороги беспешными и зручными для рук пришлось и прикласти шмат намаганий. Но на Витебском районе выпала наибольшая колька снега, толщина покрова пересернула 30 сантиметров. Чтобы движение было бесперебойное, но и обеспечить безопасность дорожного движения наших граждан, чтобы любой транспорт, любой участник дорожного движения мог свободно перемещаться по нашей сети. Мы надеемся, что мы за эти три дня этой цели достигли. Особливой уваги потребовала и дорога Р-21. Ее 42-километровый участок Галезно после реконструкции стал платным. Беспешность на республиканских дорогах спрояет тесное взаимодействие с представниками Держаутоинспекции. Такая ситуация и такие погодные условия уже можно считать чрезвычайной ситуацией. Поэтому люди все мобилизованы, работают, так сказать, на полную катушку. Техника вышла вся, никому не надо объяснять, что нужно делать. То есть я считаю работу Витебского автодора удовлетворительной. И додал, что за час Даниэлы на республиканских магистралях района не отбылось дорожно-транспортных здоровьев. В этом безубовна заслуга дорожных служб и тех, кто был за рулем пильными и осторожными. Синоптики прогнозуют наближение морозов. Расслабляться не придется, особенно тем, кто в дороге. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Новины, Витебский район. У такой надворье никто не застрахован от отримания травмов. С повышенной нагрузкой працует травматологичный пункт Витебской клиничной больницы худкой медицинской допомоги. Коли, звичайно, тут примают коля 70 человек у сутки, то такое экстремальное надворье гэтая личба значно повеличивается. Так, летость под час гололюдицы только за один день у травмопункт звернулися 140 человек с розными травмами. Все лето, в первые морозные дни Нового года, урачи травмопункта шесть разов ставили диагноз обмороживания пальца у ног. У основных это охвяры катания на коньках. Минусовая температура, мощный ветер, высокая вельхотность, причины холодовых травмов. Если у человека появились пузыри с прозрачным содержимым либо с кровянистым содержимым, это уже говорит о том, что степень вторая, либо третья, либо четвертая. Если при первой степени имеется только легкое чувство покалывания и легкая гиперемия, либо может быть побледнение кожных покровов. Я пожелаю нашим жителям города, когда они отдыхают, на катках выходят на улицу, чтобы они одевались соответствующим образом, выходили на улицу покушав, чтобы защитные силы организма были их на высоте. Ну и, конечно, чтобы поменьше получали травм в случае падения, чтобы сгруппировались, перекатились, упали удачно, для того, чтобы была меньше вероятность получения травмы. Год культуры в Беларуси стартовал заручение у Знагороды за духовное одраджение. Урачи и мастацтва зналцы, церковные деятши и навуковцы. По выниках 2015-го у Знагороды из рук президента краины отрымали пять человек. Улику лауреатов настоятель костела Святой Троицы из Верхнедвинского района. Чеслау Куречка с человеком, який делится душевным теплом и мудростью с кожным. Познаймелся Артур Смоляков. Восьон, Троицкий костел засобливый гисторый. День оси свою службу Ксен с чеслу Куречка. Миновито тут берет початок Освейская трагедия. У лютым 43-го фашисты согнали у храм усих местечев. Жить тепло, плановали даровать только двум ксенцам, а леяны пошли у огонь разом с приходжанами. Подчас каральной операции на Освейщине немцы знищили больше за 300 населенных пунктов. У Росицы загинули 1528 человек, 10 хатыню одразу. Ахвяру мясцовых святаров признали подвигом, но Антония Ляшчевича и Юра Каширу объявили счастными в 99-м. С того часа у везцы каждый год ладится День памяти ксенцов. Паломники из разных краин битвы и любуются тюльпанами вокруг костела, яких ровно 1528. Кветковую аллею заклау первичний настоятель, отец Чесла у памяти об Ахвярах войны. Мара у меня одна, как земля это пригожала, как люди любили один одного, как допомогли разобраться в себе, как я не знаю сцена жития, как пробили эту землю пригожей, и Роси нам этому учить. Уродженец Брасловской земли, Чеслау Куречка у Росицу приехал в 8 году тому, не одразу почал перетворать сяло на мяже златвии у райский сад. Добро упорядковывать допомогали и мясцовые жахары, и приезжие. После войны тут шмат переселенцев, большинство православное, но не глядят же на разные конфессии, усеян и щиро допомогают человеку, який сей увез цен добро. Ксен Супеўнены головная ў житті любов до Бога, людзі і родны землі. Менавіта гэтаму маленькага Чеслава вучыла маті. Зараз гэтаму ён вучыць вернікаў ўсё літа Чеслав Курэчка сяро тых, хто став леуреатам прэмії за духовное адраджэнні. Я проплакала ўсю церемонію. Маленький хлопчик, якого не пошкодавала життё, з маленькой Брасловской отдалі дай вёсачкой. Я думаю, вельмі парадваў свою матулю там на небёсах. Чеслав узнёсся вельмі высока і прославів не толькі мою маленькую росіцу, але я ше і змог вельмі многім людзям зразуметь, што, калі ты адданы сваёй справі, ўсё твоім житті будзе добра. Ксён, запэвнівая, высока ў знагородах, это заслуха кожнага, хто ёго окружае. Люді ж на дварод ствяржаюць, што без життёвы энергії святара нічога б не было. Беларусь багата на таліновітых людзей, і у Айцца Часлова тож єсть талінт, ў яго єсть талінт любові, любові до Бога, до людзей і до зямлі, до кожной кветочкі, до кожной травіночкі. По профісії Часлау курэшка-кухар про яго кулинарныя здольністі ведуюць далёка за межами росіцы, ведуюць і про кветкавы і алеям на тарытурі Троїцьках і костюла більш за 300 видів рослин. Як говорить Ксен з Часлау, гэтай зямлі більш не хочеться плакать, мінавіто тому тут так добро растуть кветки. Артур Смоляков, Александр Петровецкий, Верхнєдзвинський район. На Витебшіні офіційне відкриття Года культуры 12 лютого. В гэтай день буде уручена премія обалваканкама таліновітой творчій молоді регіона, лепшим выхованцем школ-мастатствів і коледжів культуры і музики. Гэтай год на Витебшіні пройдзе під знаком юбілейних мероприємствів. Круглі даты отзначать не тільки культурні установи, а й фістивалі. У нас в цьому году дуже багато таких юбілейних мероприятий, які теж традиційно вписуються в мероприятия Года культуры. Це прежде всього 65 років Центра культуры Витебська, 25 років Славянському базару, це 30 років нашому заслуженому колективу театр «Лялька» це 90 років національному академическому драматическому театру Якуба Колоса. План мероприємствів на 2016 год, окрімя власно-мастатській культурі, закрінає і інші сфери дійності. Культуру сімейних відносинів і побуту, культуру ладковані насільних пунктів, культуру витворчісті і земляробства. Однак, головним все літа по усій Білорусі буде заховання гісторико-культурної спадщини, розвиття народних традицій, виховання любові, дайчіни і підтримання творчих ініціатив. Мінавіта події і об'єкты культуры притягують в область туристів. По оценках експертов, вандровніки, што год можуть покідаць тільки у Віцебську, каля 2 мільйонів доларів. Гэта проактивній роботі місцівых турфірмів і наявності необхідній інфраструктурі. Каб затікавіць подорожніка у Национальне агентство по туризмі подрихтовала календар туристичних падій Білорусі на 2016 год. У яку вийшли саме цікаві і значніе культурні і спортивні мероприємства країни у тим ліку і те, що проходять у Віцебській в області. Але каб приймати гостей, потрібно до гэтага рихтоватся. Наша здемічна група высвітлила, чого не хапаю городу Надзвіною, каб стать саправдній туристичній Мєккій. У туристів в Віцебську стойливо асоціюється з міжнародним фестивалем мастатства у Славянський базар. Форум, який селіт отзначить «чверць та ходзе», традиційно збирає у городі Надзвіною найбільшу кількість гостей. Тим часом Віцебщина може затікавіць і іншими культурними і спортивними подіями. Народная братжаніць Батярышкі на Лепельщині, екологічнія свято-жураві і журавіна у М'йорськім районі, шахаловські чітання, вишневий фестываль, шарах самобытних форумів у Полуцку. С паборніцтва по парусным спорте брасловська рэгата і гэтай піралік можна протягвати. Фестиваль – це не просто культурний бренд Віцебської області или бренд какого-то определенного района. Це прежде всего яркий соціально-культурний проєкт, котрий позволяє розвивати як економіку, так і політику, і, звісно ж, культурні і міждународні зв'язи. Він способствує привлеченню туристів, він способствує привлеченню інвестицій, розвитію міжгосударственних партнерських зв'язей. У старожитній Віцебськ едуть у основному гості сусідній Росії. Тікавість проявляють туристы з Країнбалтиї і Китає. Город притягує своєю історією і мастацькій культурою. Центр современного искусства Города Віцебська, который предлагає нескільки нових арт-маршрутов, в частності даже под индивидуальним запросам наших гостей. І Золотое кольцо Города Віцебська предложила нам ряд нових маршрутов, в частності с мастер-классом, мастер-классами с выступлением клубов історичної реконструкції. За кошти нових пропонув всі оліта розличують повіалічить поток туристів. А кріме таго спеціалісты зараз спробують перенакерувати експорт туристичних послуг з Росії на Європу. При сприяльних умовах Віцебськ за год може заробляць на туризмі каля 2 мільйонів доларів. І гэтая лічба абсолютно реальна, але тільки при умові роботи турфірмів на уязний туризм. Тим часом з шасті десятка у віцебських турфірмів тих, хто привозить гостей на Віцебщину можна перелічить по пальцах одной руки. Справа гэта неудячнає і фінансово затратнає. Туристична фірма Ілва вось уже більш за 10 годів відкриває Беларусь і Віцебщину у тим ліку для іншоземців. Тільки за новогодні святані екскурсії сюди привезли більш за тисячу чоловік і зараз отримлюють від своїх туристів становчі відгуки. Занимацься в'їздним туризмом сложно в тому плані що в це треба дуже багато вкладувати. Треба їздити на выставки международні, треба в каталогі, треба робити свої авторські программи, треба робити диски, чим ми займаємся. Тобто, щоб турист приїхав, його треба привлечити сюди. Ентузіазму акулам туристичного бізнесу недодають і вельмі середні узровінь сфері обслуговування, недохоб парковок, невелікий номерний фонд у місцовых гостіницах, да і кошт проживання у їх. Для прикладу, у одним з витебських готелів занадто великая колькость однамесних номеров, а яны у туристів у вогулі незапотрабовані. Пакуль у сьогодній проблеми головна боль тільки для супрацівників турфірмів, які вязуть гостей у Витебськ. Тим часом у великій колькості туристів затікавлені і гостіниці, і музеї, і рестораны, і місцові улади у тым ліку, чому празам не вирішать проблеми з сервісом і інфраструктурой, створать туристичні кластеры і істі на сустріч дзілавым пропановам. Без гэтага разлічвач, що туризм почне приносить в області гроші не приходіцца. Міжнародний фістіваль мастацтву Славянський базар у Витебську заужды цікаві у туристів. Перший этап реалізации квітков на 25-й юбілейний форум почнеться у середні лютого. Об цьому заявив директор форуму Олександр Сідаренко. Набыть билеты можна буде на полову запланованій программы. Юбілейний фістиваль вяцая стать багатым на падії. Головная тема фесту безумовно объявлені у Беларусі Год культуры. Меж іншим, окрімі традиційних проєктов, гостей форуму чекаються абсолютно нові. До прикладу концерт лауратов міжнародного конкурсу молодых ваканавців. Конечно же, будуть якісь ексклюзивні, унікальні проєкти і концерты, які далі не кожен год можна увидеть на площадках не тільки здесь у нас на фестиваль, но і, можливо, здесь у нас в країні, в Беларусі. Поэтому февраль місяць – це старт, старт продаж. Можна буде приобрісти в любой країні, в любой точці, в нашій країні, в будь-яких країнах світа. 25-й по ліку «Славянський базар» попередні запланований на другу полову ліпеня. Форум зберіня тільки нових гостей. Зараз активно ведуться перамови Залы Пугачовы і Максимом Галкіным, Валеріем Льавонтьєвым, Аляксандром Розенбаумом. У Витебського музея Марка Шагала з'явіўся Апякунський совет. Рашені об'ягостваренні прайняў Гарва Канка. А узначаліла совет был і директор галерей, дослідчик творчісті Мастака, історик Людміла Хмельницкая. Подробязністі у наступному матеріалі. Чыноўнікі, музейщкі і затікаўлінае людзі ў склад Апякунського совета музея Марка Шагалау вайшлі не толькі віцяблянім. Тут і член ученай рады Трэцяковкі Якоў Брук і гістурик русскага авангарду Александра Шацкіх з Нью-Йорка до знакамітага мастака ў родным гораді за усёды ставіліся за саблівай павагай. Шагалускі комітет ў Витебску был створаный ашчы ў девяносто першым стых часів больш за двадцать гадоў працы ў розных формах под керавніцтвам поэта і громадськага дзіляча Давіда Сімановича. У 2014-м неазменнага старшыні не стала, не стала і комітета. Але круг сяброў музея вырошылі захаваць неабыяковыя людзі. Апякунскі совет музея Марка Шагалау в Витебску узначаліла доследшык творчысті мастака Людмила Хмельницкая. В совет Апякунскі совет музея Шагала будзі займацца навуково-даследшы і выдавецкай дзейнастю мацуваць міжнародныя сувізі сярут важных пунктаў супрацуніцтва з націянальным музеем Марка Шагалау Ніцы. Зараз вядуць перамовы абсумесных праектах ў год 130 годзе мастакаў 2017-м. Дырэктор французкага музея спіціяльна прыехала ў Витебск кабубачыць родныя містіны авангардыста і прапанаваць арццентру прынять колекцію шедевров. Частка экспозицій музея Шагалау Франці николі не покидає стен будынка. Другая палова робот регулярно подорожнічая по свете. Планується, що у 2017-м картины ўбачить Беларусь. Я убедилась, що на родине художника достойно хранят память о земляке. Для нас это важно с точки зрения организации будущих выставок. Сегодня мы познакомились с партнерами, с которыми надеемся реализовать новые проекты. У штаб-кватеры Опякунського совета музея Шагала уже поспели принять некалькі важных рашэння. У МТЯПЕР пляцовка артцентра на Савецкой у Витебску будзе выкарыстовувацца толькі для экспанавання музейных колекций авангардыста. Кнігарню дома Шагала вырашена захаваць, а музейный бюллетэнь тут будзе выпускацца у новой форме. На Чарзе подрыхтовка до святкавання 130-ти годзе з дня нарадження знакомитого мостака и на крыаты у Совета целый год. Артур Смоляков, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Казачные зимовые пейзажи зараз не только за вакном. Яны проглядываюць із картин молодых мостаков Витебска, Полоцка и Минска. Выстава с загадковой назвой «Пада у минулогодній сніг» разгорнулася у областным краезнавчим музеї. Якраз напереды дні Старового Нового Года у самую чаровную пару. Тут можна побачыць усю разнастайнасть технік и стыльовых накерунков. Непосреднасть и яркость у сприняття белого, казачного и разом с тим самого сурового часу года. Отчуть усю прихожусь с оправдной зимы, со знігопадами и завеями. Зима для мене чем интересна, что там более чистые цвета. Белый цвет, он такой более чистый, ну такой приятный для глаз. Когда много зелени, оно немножко режет. Голубое небо, зеленая трава, а белый цвет, он всегда чистый, белый – это чистота. У экспозиции представлено больше за 50 работ у основным гэта живопис, графика, арт-объекты. Помощника президента Беларуси, галовного инспектора по Витебской области на гэтым тыдне представили у областным ваконавчим комитете. Александр Пазняк, человек для Прыдзвинской земли, не новый. Пелный час он займал посаду помощника старшини Витебского облваконкама. Позднее изначальва у Полоцких арваконкам. Тому все мясцовые проблемы, ведая изнутри, больше за чверть организаций в области працуют со стратами. Объем валового регионального продукта на 20% ниже за средний по республице. Низкие темпы модернизации в творчестве и эффективности инвестиционной деянности, как выник скорочение працовного потенциала в большинстве малых населенных пунктов и в районах. Как вывести Витебскую область на необходную уровень социально-экономичного развития, треба в ближайшие пять годов вырешить две основные задачи, которые поставил перед керавництвом региону президент Суммарный объем инвестиций за пять лет должен составить не менее 2,5 миллиарда американских долларов. Второй, каждый год должно создаваться не менее 200 новых высокопроизводительных рабочих инвестиций. Только такой подход снизит острейшую зависимость области от работы нефтехимического комплекса и позволит обеспечить кровь средней заработной платы и доходов на селение с сокращением отставания от средней штук-тиканского уровня. Создание производственных предприятий, модернизация существующих предприятий, создание, я об этом говорил, выступая, новой инновационной продукции на основании модернизации предприятий, увеличение экспорта товаров и услуг и так далее. Это все азы, ну скажем так, букварь экономики, на котором каждый на своем месте должен работать. Витебская область значит недорогие кадры, которые здесь работают. Вторая задача обязательно ценить те кадры, которые есть и там где-то необходимо подбирать те кадры, которые могут вытянуть всю цепь проблем, которые есть в Витебской области. Перспективные кадры, правильная стратегия, изладженность вертикали. Вось основные умовы, при каких Витебская область сможет досягнуть высоких социально-экономичных показчиков. У план работы на ближайшие месяцы помощник президента Беларуси, в области Александр Пазняк, записал наведывание районов в области и ознайомление с работой на местах. И еще одно призначение. Наместником старшины Аблваканкама, який будет курировать работу сельской господарки, стал Виктор Витальевич Аскерка. Сгоду на его призначение дал президент краины. Инициативный опытный кировник, таким его представил губернатор в области Миколай Шарснев. Виктор Аскерка практик, увесь час працевал у сельской господарцы. А с 2004 года узначаль был Борисовский комбинат хлебопродуктов, открытого акционерного товариства Минск Абл Хлебопродукт, буйное промысловое объединение. Тому в опыт нового наместника будет вельми доречи при створении интегрованных структур на территории Витебской области. Считаю, что Виктор Витальевич нам окажет неценимую помощь в эффективном, быстром создании этих структур и дабы эти структуры уже действительно стали положительным примером не только для нашей области в сельском хозяйстве, а положительным примером и в стране. Потому что других вариантов, к сожалению, мы сегодня не видим. Начну с того, что буду объезжать во все предприятия и будем знакомиться на месте и с производством и с работой и с кадром. Кадры есть, посмотрел, что кадры есть на местах все, поэтому мне не надо будет ничего менять в этом плане, но единственное, что от кадров в области мне надо будет большая поддержка. Я вас предупреждать поддержку в том плане в производственном, в плане экономики, в плане ведения вашей отрасли, вашего направления. Какие перемены шагают сельско-господарчую глину на выражение каких проблемных пытаний будет звернута увага в первую чергу. Это обмерковали сразу после официального представления уже в закрытом формате. Аршанский льнокомбинат собирается притягнуть китайские инвестиции на модернизацию другой фабрики. Как поведомили в концерне Беллехпрам, на обновлении вытворчести будет выкористанный кредит китайского Эксимбанка на сумму больше за 50 миллионов евро. Бизнесмена в Споднеобесной затекавила вытворчесть за отходы льного волокна у тепляльников, ущельницелов, которые запотребованы на замежном рынке. В минулом ходе Аршанский льнокомбинат завершил модернизацию третьей фабрики по выпуску тонких льняных тканин и вдвоя повеличил их вытворчесть. Зараз на экспорт идет больше за 80% тканин. С 1 лютого в Лужасне почне работу ресурсный центр. Он будет доследовать социально-экономичный потенциал территорий Мазаловского и Бабинесского сельских советов Витебского района. Эту новину огучили подчас круглого стола, который лазился в рамках проекта международной техничной допомоги по ширине экономичных махчимостей в сельской Беларуси при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонду Еуразии. Наши земляки стали переможцами республиканского конкурса, на яким были представлены 60 проектов. И только 12 мясцовых инициатив были удостоены гранту. Яны признаны лепшими проектами, которые скерованы на поляпшение устойливого развития регионов. Это проведение исследований в проектных территориях, то есть изучение потенциала социального, экологического и, конечно, экономического потенциала территорий, в которых мы работаем. В последующем на этих территориях пройдут стратегические сессии по экономическому планированию. В рамках проекта также предусмотрена организация проведения образовательных мероприятий, повышение потенциала организационного развития некоммерческих организаций, местных инициатив, для того, чтобы дать знания, навыки, провести тренинги, специализированные для сельского населения с целью получения дополнительного дохода. Дальше в Бабиническом и Мазововском сельском совете будет организован ресурсный центр, который финансирует учреждение Новая Евразия. Учреждение Новая Евразия объявляет конкурс на координатора. Это будет эксперт, человек способный с экономическим образованием, который способен будет дальше посмотреть, какие здесь есть точки роста в этих сельских советах, и будет помогать оказывать содействие написание заявок уже для участия в других проектах. У нас на территории сельского совета вырастает самая великая хвоя на Беларуси. На территории Лужесно есть самое холодное место в Беларуси. В 1940 году было зарегистрировано минус 44 градуса. У нас заховалась садиба Игнатия Маньковского с тековой историей и легендой. Лужесно заховалась одна церква, которая была 37 в Витебском районе. У меня по сельским совете больше за 100 таких циковых объектов, которые могут быть выкористаны как потенциальные объекты туризма. Проект оказания международной техничной допомоги сельским районам Беларуси различен на два ходы. За этот час будут объявлены и другие гранты, у которых обовязково плануют принять удел представители Мазловского и Бабинецкого сельсоветов. Тыдень интеллектуальных споборництвов завершился третий этап Республиканской Олимпиады по учебных предметах. Больше за тысячу разумников и разумниц продемонстровали свои веды по разных предметах. С выдатниками и эрудитами по ночного региону познайомилась Юлия Устинова. Одиннадцатиклассник Илья Мядяннику у Сурьё займается информатикой. Хлопец Талиновитый Мэты Накераваны. Олимпиадах. Две на усероссийских командных Олимпиадах по программированию. А минулым летом у Казахстана Илья стал переможцем Международной Олимпиады. Победа это очень важно для меня. То есть я хочу все время покорять новые вершины и я хочу улучшить свой результат в этом году. Это для меня очень важно и я очень упорно тренируюсь чтобы достичь этой цели. Я занимаюсь этим, чтобы в будущем я смог выбрать себе работу лучше, которая будет мне нравиться и которая будет мне интересна. В поспехе Ильи у многим заслуга наставника. Выхованцы Вероники Локтяной за 15 годов 60 раз подтверждали звание лепших у республицы и троичи завоевывали перемогу в международных Олимпиадах. Я горжусь своими ребятами и рада их успехам и рада, что в жизни, главное, что в дальнейшем у моих Олимпиадников в жизни все хорошо получается. Вот я всегда отслеживаю, они мне сами рассказывают, каких успехов они достигли в профессиональном плане, в каких крупных IT-компаниях они работают, там и директора есть, и руководители проектов. Вот это самое главное, что в жизни им это все помогло. Урегиональным интеллектуальным турниру удельничают переможцы городских и районных этапов. 11-ти кластик Антон Королев из Левших в Ушне у Лепельского района. К сожалению, в прошлом году особого успеха у меня не было, но я очень надеюсь, что у меня в этом году все получится. Я активно хоть, к сожалению, времени недостаточно, так как 11-й класс еще и поступление, но все равно я постараюсь находить время для информатики, потому что я ее люблю. А вот хлопцы девчат из Московского лицея закопляются физикой. Призеры региональных этапов российских олимпиад уже пять годов проезжают у Витебска, как удельничать у белорусских. Мне интересно вообще заниматься физикой, это дает представление в окружающем мире. В олимпиадах просто интересно порешать разные задания, там, вот я смотрел задания прошлых лет, там есть даже примеры приближенные к реальности. Ваша олимпиада отличается немножечко от нашей, именно уровни задачами и, соответственно, их как бы структурой приближена она к международного типа олимпиады, в отличие от нашей, допустим, и поэтому, я думаю, детям это будет интересно как тренировка и как как бы испытание своих собственных знаний. У свой час на таких интеллектуальных турнирах спрабывала свои силы у любимым прадмите информатицы и Татьяна Пятрашка. Теперь девчина-студентка третьего курса Белорусского Державного Университета, сааутер конкурсных заданий для олимпиад и член журы. Дети на самом деле показывают высокий уровень знаний. Многие даже показывают уровень лучше, чем я показывала в свое время. Это не может не радовать. Дети огромные молодцы и отдельное спасибо хочется сказать их родителям и педагогам, которые их поддерживают, потому что это действительно тяжелый труд. Удел в олимпиадах для подлетка удоест имел удосконаливать умение, развивать логичное мысление, поширать диапазон веду и добрый шанс для самореализации. Юлия Устинова, Кирилл Кайсберг, Новины, Витебск. Социальный проект витебских студентов по клоунотерапии занял другое место на республиканском конкурсе соц.эдея 2015, который ладился в рамках молодого инновационного дня. В финал прошли 22 проекта за все Беларуси. В темнику инициатива под названием «Каждый мае право быть счастливым». Распроцовку выкладчиков и студентов Витебского Державного Университета журы и эксперты назвали одной из самых актуальных и запотребованных. Не бояться, а усмехаться – рецепт худшейшего выздоровления, який веселые клоуны выписывают кожному. С 2013 года в «Вольный час» студенты двух факультетов ВНУ наведывают больницы и детячие домы. Головная задача – допомогать маленьким пациентам отримать зарад позитиву и настроить их на худкое выздоровление. На этот раз веселый перополок специалисты по добрым настрое ладили в специальном детячем садку «Крыничка». Сюда ходят хлопчики и девчонки с тяжкими порушениями мовы и функцией опорно-рухольного аппарата. Прием клоуна-терапии пошел детям на корысть. Яны активно удельничали в конкурсах, смеялись над жартами новых собров и с великой радостью отримливали подарунки. Все игры, которые мы проводим в подобных учреждениях в этом детском саду в частности несут не только аниматорский характер, то есть не только развлечения, это еще и развитие сенсорики, моторики, творческих навыков, активности детской, коммуникативных навыков и так далее, что собственно является нашей целью основной. Ребята потрясающе реагируют, я думаю, вы видели, потому что им действительно это здорово. Дети ждут этих встреч. При одном воспоминании, что придут к нам волонтеры, клоуны, дети уже рады, те, которые посещают несколько лет подряд наши дошкольные учреждения. Мы очень рады, что приходят не только развлечь наших детей, не только посмеяться вместе с ними, но они приходят и с подарками, с подарками-подделками, от которых дети в восторге. У Витебска на Успенской горце завершена реконструкция войсковых могилок. Проводилась Оьяна по инициативе и засродке профсоюза урагиона. Их члены собрали около 250 миллионов рублей. На мемориале усталевали копии скульптур советских солдат, которые стояли туда реконструкции. Постаменты оздоблены червоном гранитом. В год 70-летия Великой Победы Федерации профсоюзов было принято решение в каждой области определить знаковый объект для оказания содействия и помощи в его реконструкции и восстановлении. Президиум областного объединения профсоюзов принял решение взять мемориальный комплекс. Поэтому мы для себя определили, что необходимо нам тоже оказать помощь и оказать содействие в восстановлении исторической памяти. Мемориальный комплекс относится до объектов историко-культурной спадшины региону. На Успенской горце похованы советские воины, которые загинули подчас Великой Чинной войны. Среди их герои Советского Союза Иван Севаков и Иван Янушковский. А так само тут похованы герои Советского Союза Минай Шмыров. Профсоюзы Витебской, Смоленской и Псковской областей вызначили кроки супрацовнества на бегущий год. На передней старшине трех регионов сустрелись в городе Надзвиной. Ключовым пытанием стало створение новых направлений в обороне прав членов профсоюзов в сфере працованного законодавства и оховой прации. Подробязанности встречи у Виктора Пралича. Тесные относины помеж Витебскими, Смоленскими и Псковскими профсоюзами начались 25 год тому. За этот час акценты в тесном собираются. Черговую деловую сустрел профсоюзные боссы присвятили прационному законодавству и обороне правов членов профсоюзов. Распрацевали дорожную карту и подписали трехбаковую программу на бегущий год. Сотрудничество с белорусскими профсоюзами мы оцениваем на высоком уровне и взаимодействуем с большим удовольствием. Это, по сути, будет подведение итогов и создание определенных направлений в самом важном виде профсоюзной деятельности это в правовой защите прав членов профсоюза в сфере трудового законодательства и в сфере охраны труда. Придет обмен мнениями и нашими делегациями отраслевыми профсоюзными народного образования потребительской кооперации связи здравоохранения каждый в своем направлении несет какой-то свой опыт и берет опыт наших коллег из республики Беларусь. Для нас это тоже очень важный момент. А пошним часом подобные сустрэши меняют свой формат все частей правкам а доходят от теории и звертаются до практики. Вот и на этот раз партнеры отправились на предприемство Монолит в профсоюзах это не только социальная оборона но и махчимость развития экономичного партнерства поменьше регионами. Вот эта встреча представителей профсоюзов будет способствовать что какой-то появится интерес в экономике и в развитии производства Псковской области в интеграции и взаимодействии. Вот наверное самое главное наша цель переходить от общественной деятельности переходить в вопросах связанных с экономикой и продвигать продукцию товарооборот на территорию трех наших областей. Сегодня Монолит один из лидеров экономики региону. Тут амали весь коллектив в профсоюзе он гарант интересу работников. У этого выполнились профсоюзные лидеры и на новополовских предприемствах где так само побывали с визитом. Виктор Пралич Александр Приставка Новины Витябск Комитет по праце, занятости и социальной обороне Абалваканкама проверить умовы працы в зимовый период на предприемствах региону. Месячник инициированный старшинёв витебскага Абалваканкама Миколаем Шарснёвым. За этот час планует проинспектовать В период проведения месячника активируется работа мобильных групп, которые созданы во всех районах области. В состав мобильных групп входят представители органов контроля и надзора. И основная задача их это оказание практической помощи в выявлении и устранении нарушений законодательства о труде и об охране труда. За минулый год подобными рейдами обследовано больше за две с половой тысячи организаций в области, где отзначено около 30 тысяч правопорушений. И хоть 80% из них незначенные досконалы контроль за выправлением ожидая по каждому пункту. Баскетбольные, волейбольные и гандбольные клубы в области теперь объединены под одним дахом. А назва ему державная установа физической культуры и спорта Витебский областный клуб по гульням видах спорта. Загад об утворении новой спортивной структуры подписал старшиня Витебского областного областного Миколай Шарснев. Какая первая объединение под одним дахом сразу трех клубов разбирался наш корреспондент Сергей Мисурагин. Мало кто станет спрашиваться, что гульнявые виды спорта, самые видовищные, избирают тысячные аудитории болельщиков. Колистья это было и в полношном регионе Беларуси. Но уже на протяжении долгих отсутность особистых тренировочных баз и мостных спонсоров, степлый бюджет и большие грешовые запозишенности, которые не дают твердо устать на ноги. Как изменить ситуацию областные влады, вы решили створить клуб по гульнявых видах спорта, который объединяет три команды. Таким чином они отримают гарантованное финансование из областного бюджета и еще шмат разных дивидендов. Туда попала наша SD-Shore 4 с базой. Понимаете, все говорят, надо зарабатывать деньги. Да, зарабатывать надо деньги, но извините, когда у директора одного клуба, второго и третьего, кроме ручки и блокнота, даже телефона нету, ну как можно зарабатывать? Сейчас появилась база, уже можно зарабатывать. В будущем я все-таки рассматриваю, чтобы появился транспорт, чтобы и спортсмена возить, и денежки зарабатывать. Еще одним плюсом нового областного клуба заявляется оптимизация штату. Колькость спортивных функционеров скоротится. Это даст мягчимость больше текстуны выкрыстовывать грошовые сродки и оперативно решать проблемы, у яких мают потребу команды. У нас в каждом клубе по директору, по замдиректору и так далее, тому подобное. Ну, когда денег нету, нету, зарабатывать, ну, директор, ну что, он пришел и пошел. А теперь просто надо, да, покрутиться. Ранее прославники гульнявых видов спорта выживали, как могли. Теперь они отримают гарантованную поддержку, пропорциональной, которой повинны возрасти отказность тренеру и игроков за показанный выник, бо спытают за это строго. Раньше как-то и спрашивать было некрасиво у тех же волейболистов, ну, когда, говорится, ничего нету, ну, сами понимаете. А сейчас спрос уже сказан. Единственное, всех попрошу и любителей игровых видов спорта Витебской области. Не думайте, что раз что-то сделалось, тут структуру сделали и сразу у нас результат будет. Результат надо время, надо хотя бы минимум год. Но я в этом уверен, что результат будет. Покуль Витебске областный клуб по огнявых видах спорта находится на стадии формирования. Иде оформление официальных документов и комплектация штата работников. Сергей Мисурагин, Ян Пшельников, Новины Витебска. Яныя мают сучасные базы для тренировок, а ля сами рыхтуют тренерские кадры, ладят уласные турниры и знаходят выйти из любой ситуации. Уже на протягу 15-ти годов детячая юнацкая спортивная школа хоккейного клуба Витебск з'является кузней кадров для головной команды областного центра. А яевыхаванцы выступают не только в национальном чемпионате, а и далеко за межами Беларуси. Какие задачи стоять перед хоккейной школой на сучасном этапе? Как у непростых экономичных умовах удается не разгубить сдобытое и с перспективы глядеть в будущее? Тема протягиваясь, Сергей Мисурагин. Зараз Удзио США займаются маль 250 хлопчиков под караунистом 14-ти наставников. Для каждой команды лед расписан на поквелинах. Тренеры делят пляцовку на три частки, как каждому хопило место. Увесен инвентарь, за яким займаются хоккейсты, сделаны особистыми руками. Как выяснилось не от доброго життя. Основная проблема была, если остается это финансировано, конечно, обеспечение матерно-технической базы дисклонно-спортивной школы. Я не буду приводить цифры, но тем не менее и формы обеспечены в недостаточном количестве. Спасибо, конечно, огромное родителям, которые помогают в этом плане своих деток одевают. Витебская хоккейная Ди США у Бохоля зьява уникальная в нашей краине. Спортивная установа немая с ужасной тренировочной базы и тем не менее спортсмены и тренеры знаходят махтемость разминаться, кашать мускулы и набирать неблагую физичную форму. То, что мы имеем, скажем так, это ледовую площадку, которую нам предоставляет наш дворец спорта. Это замечательно. Остальное, скажем, ну да, можно поплакаться, там вот у нас этого нет, этого нет. Мы выкручиваемся, есть фойе, есть площадки возле дворца спорта, есть общеобразовательная школа, где можно всегда договориться и выкрутиться с этой ситуацией. Если хочешь работать, всегда найдешь, как это сделать. Яшчат на проблеме закосит укает все спортуные установы подбор квалификованных тренерских кадров. Парцевази униками за невеликую заработную плату молодые наставники не особо рвутся. В Витебской Дюсушах эту проблему выражают властными силами. Стараемся находить тренеров из своих воспитанников. У кого-то где-то что-то не получилось, кто-то закончил свою карьеру хоккеиста профессионального. Стараемся его взять на работу тренера, желать и стараемся брать своих тренеров. Наверное, сбоку кировнистов и махчимость реализовать свои амбиции и творить невероятные рычаг. У местовой хоккейной школы ставить на коньки и робить лидерами команды и на кол, какие и не марали быть хоккеистами. Папа купил коньки, клюшку, я пришел заниматься. Началось заниматься очень сложно. Я каталась с тубареткой на льду, я не мог кататься, стоять плохо. Но потом все постепенно, постепенно я начинала лучше, лучше, ну и получилось все хорошо. А головную проблему, за которую хоккейной школе самой не справиться, огучил ветеран тренеровского цеха Ижеслав Кривошейн. Главная проблема, наверное, это нехватка второго катка, который просто необходим. Почему? Потому что развивать на одном катке столько видов спорта, попытаться полноценно развивать. Шорт-трек, коньки, фигурное катание, хоккей, очень проблематично. Сюльта-Витебские хоккеисты у республиканских споборництвах представлены всеми командами сезона в самом разгаре и у всей силы сперываны на поспеховое выступление у першинстве краины. Как кажут, будет выник и остатне обовязково прокладиться. Сергей Мюсологин, Кирилл Кайсберг, Новини Витебск. Матчи хоккейной экстралиги, поединки баскетбольного чемпионата с устречой волейбольного першинства краины. Их это только малая частка спортивных подей, которые ждут болельщиков на наступном тдне. Дополнить окульную картину греко-рымской оборудованию до шорт-трек и лыжной гонки. Подробностей у моего коллеги Сергея Мисурагина, который уже несколько минут находится в студии с нетерпением ждет, чтобы поделиться последними новинами. А новинок в правду немало. На наступном тдне наших хоккеистов, волейболистов и баскетболистов ждет очень сильный график выступлений. Они проведут как минимум по два поединка. А тех атлетов, кто выступает в индивидуальных видах программы, ждут республиканские испыты. Одним словом, работы любят всем, но об всем по парадке. У понеделок 18-го студента в Лядовом палаце Оршана зовут имена переможца у большинства окраины по шорт-треку. Как вядома спортсмены Витебской области в этом виде знаходятся на ведущих позициях, а там у специалисты различуют на медали высшейшего гатунку. А у пятницу 22-го студеня лыжа-роллерная трасса в городку премия у дельников першинства Беларуси по лыжных гонках. Гэта дисциплина так само з'является прориотетной для простовников полношного региона Беларуси. Догий час наши спортсмены никому не уступают пальму першинства. Республиканский старт не повинен стать выключенним с правилом. У этой штермины только в Минску пройдут чемпионат по греко-рымской боротьбе и першинство краины подзюдо. Здабывать медалью у одиноборствах с депшими борцами Республики отправятся в 30 простовников Витебшины. Наши земляки будут протендовать на узнагороды у некольких вагавых категоры. Теперь развернемся до простовников гульнявых видов спорту. 19-го и 21-го студеня хоккейные дружины в области будут здабывать очки в выездных матчах. У ауторок новополучки Химикска нанесе визит у Бреста витебляне у Могилеву. После этого про два дня игроки с Нафтограду померятся силами с Могилевым, а команда областного центра проведет поединок с Динамо в 20-м. Темчасом Витебский областный баскетбольный клуб по ауторок 19-го студеня на своей пляцовке высветлит относинный с Вомельским сожем, а про три дня в Гродне будет мтнуться обыграть местовое пранемене. А завершить спортивный тенден в областном центре волейбольный клуб Марка. В субботу и неделю наши земляки на паркете Витебского ЦСКА будут сопростоять лидеру чемпионата столичному бутовнику. На этом Вольга у меня не все. Наша состреча отрывалась охотка плынной. До побочения! Дякую, Сергей, за интересный спортивный анонс. Проезд дорожее, однако, не тотально. Вот уже около третий дни в витебских маршрутках нет ни одного на косту проезду. Частки перевозчиков пошли на повышение цены и, аж и у конца Снежня. Билет у них каштоя 8 тысяч рублей. Это отбылось и после того, как с 20-го Снежня, сгодно с решением Витебского Ахарва-Канкама, билет во всех видах городского громадского транспорта стал каштовать дороже. Разом с тем, у некоторых маршрутках по раннейшему за проезд берут 7 тысяч рублей. Паровожчики тлумажат. На вождь, чтобы мы шать людей платить больше, кали палево и иншие расходные материалы опошним часом не дорожили. Городские улады отнеслись до такого рошения с разумением. Паровожчики управят самостоинно формировать кошт проезда у маршрутках. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров в экспертном сообщении автобусами до 5 тонн, устанавливают тарифы самостоятельно. На основе плановых затрат и прибыли с учетом норматива рентабельности не более 15%. Это, значит, в соответствии с решением областного полкума. На каждом маршруте рентабельность разная. Кто-то может себе позволить оставить прежнюю цену, кто-то нет. Мы стараемся участвовать в этом деле и стремимся к тому, чтобы это было как-то организовано и чтобы цена, допустим, на одном маршруте была одинаковая. Нагадаем, о последний раз кошт проезда в маршрутном транспорте Витебска повышался омальгод тому в лютом 2015-го. Усяго в областном центре пассажирскими перевозками займаются коля 80 юридичных особ и индивидуальных предпринимательников. И они обслуговывают 28 городских маршрутов. А у семьи Петра Куликова с прихорода Ольхова свой индивидуальный маршрут. Пакуль одни смагаются со снежными заносами и буксуют, иншие запрагают кони и пересадживаются у сани, причем без проблем рухаются по улицах областного центра. Вот ждали снега, теперь хорошо, на работу езжу, на кони, дочка возит, жену забираю на работу, с работы, на работу вожу, хорошо. Внуков катаю, приезжают внуки, вот сейчас на праздниках были, дочка катала, ну так, хорошая проходимость, лучше, чем машины. Снег ждали, очень ждали, хотелось на санях проехать. В прошлом году снега не было, но в этом году нормально. А в Новополоцку в эти снежные дни экстремалы прокатились по улице города на сноуборде. Видеоролик, на котором молодой человек едет на сноуборде вслед за автомобилем, заявился в интернете. Тем часом активисты молодевой палаты Витебской области обвестили акцию, закликанную допомогу справиться со снегом. Активисты формируют у своих школах отрады, которые занимаются расшисткой пришкольных территорий. А кроме того, в областном комитете БРСМ работает хорошая линия. По телефоне 8-0212-42-68-75 любых, кто сам не может справиться с наступствами снегопаду, может потелефоновать и попросить об допомозе. У снегопада до речи был и еще один видовочный плюс, и он объеднал людей в борьбе со своими наступствами. Суседи разом занимались расшисткой дворов, как на улице Богатырова в Витебском микрорайоне Билева. А аутоаматоры допомогали один одному выбраться со снежного Аполлона на дорогах. И самые активные из них навод телефоновали со словами удячности в редакцию нашей программы и выкладывали посты подяки в социальных сетках. Не треба наракать нас оправдное зимовое надворье. Это была выниковая программа «Семь джон». Усим удал «Семь джонки» Семь джонки на телеканале Витебск. «Семь джонки» всерьез «Она Russ ...»